Доброе утро! На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Кранплаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Сегодня в Уфе стартует международная неделя бизнеса 2021. Деловая программа форума посвящена вопросам экономики, экспорта, инвестиций, медиа, а также малому и среднему предпринимательству стран-участниц Шоссе и Брикс. Мероприятие объединят представители региональной и федеральной власти, экспертов и предпринимателей из разных стран. В башкирскую столицу посетят делегации Казахстана, Беларуси, участники из Таджикистана, Узбекистана и Турции, Туниса. В рамках форума состоится церемония вручения премии «ТЭФИ Капитал», награждение победителей конкурсов «Экспортер года» и «100 лучших товаров России», торжественное открытие индустриального парка «Уфимский» и юбилейное заседание Инвестиционного комитета республики. В Башкортостане в ближайшие два года планируется увеличить размер гарантийного фонда до 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил директор агентства по развитию МСП Марсель Кашаев. Объем гарантийного капитала в 626 миллионов рублей позволил предпринимателям республики получить кредиты на сумму более 3 миллиардов. Годом ранее средства фонда в 600 миллионов рублей позволили МСП привлечь всего 2 миллиарда заемных средств. Преимущественно предприниматели вкладывают взятые кредиты в недвижимость, пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих суд. Естественно увеличение и декапитализация размера гарантийного капитала позволит увеличить и в конечном итоге размер заемных средств, что положительным уже мультипликативным эффектом для экономики республики послушавшийся этим показателем. Постепенно мы увеличиваем его за счет текущей деятельности, за счет тех платежей, которые заемщик платит. И второй источник его декапитализации, это естественно бюджет в СМК. За год в республике доля кредитов, выданных предпринимателям с привлечением поручительства гарантийного фонда, выросла в три раза. Лидером стала УФА. В столице предприниматели привлекли более 2 миллиардов рублей. Далее идут Туймазы, Нефтекампская и Стерлитамак. Наиболее активной этой мерой поддержки пользовались представители ритейла, химпрома, машиностроения и сельского хозяйства. Жители Башкортостана стали более экономными этой весной по сравнению с началом текущего года. Ежемесячные траты обычной семьи сократились на 13% до 17,5 тысяч рублей в расчете на одного человека. Результаты исследования приводят аналитики финэкспертизы. При этом денежные доходы на человека выросли на 5%. Республика оказалась на шестом месте среди регионов с максимальным сокращением семейных расходов. Больше всего свои траты урезали жители Курской области на 17,5% до 17 тысяч рублей. Неницкого автономного округа на 16,5% до 25,5 тысяч рублей. И Сахалинской области на 15% до 24 тысяч. В целом по стране в 2021 году напротив наблюдается рост расходов семей. Люди стали активнее тратить не только свои текущие доходы, но и накопившиеся за ковидный период сбережения. Кроме того, большое влияние на потребительскую активность россиян оказали кредитование и инфляционные ожидания. На фоне подорожания товаров люди стремятся больше покупать дорогих товаров в крок, таких как бытовая техника и гаджеты. Причем молодые семьи в возрасте до 35 лет наращивали свои расходы быстрее. Больше всего денег они тратят на продукты и безалкогольные допитки. Примерно 40% всех расходов или до 10 тысяч рублей. На втором месте транспортные расходы. На третьем коммунальные услуги, на которые каждый член семьи ежемесячно отдает 11% или 2,5 тысячи рублей. На одежду и обувь тратится 7% или до 2 тысяч рублей каждый месяц. Спорт и досуг отнимают 5,5% расходов или около полутора тысяч рублей. Размер премии обладательницам медали «Материнская слава» с 1 января 2022 года вырастет до 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном Минтруда. До этого денежная часть почетной награды составляла 17 241 рубль с вычетом налога. Напомню, медаль «Материнская слава» присуждается, начиная с 1998 года, многодетным матерям, воспитывающим пятерых и более детей. Всего в Башкортостане высокого звания удостоены более 8 тысяч женщин. В Уфе в новогоднюю ночь прогремит два салюта. В Черниковке перед ДК «Моторостроители» и на Горсовете. Основные точки для праздничных гуляний организуют на площади имени Ленина, перед Конгресс-холлом и впервые на набережной реки Белой. Об этом рассказали в столичной мэрии. В Уфе уже установили елки, в том числе возле торговых центров и во дворах. Завершается монтаж новогодней иллюминации и оформление ледовых городков. Во второй декаде декабря пройдет череда торжественных открытий главных столичных елок. Будет организованная театрализованная программа. Одним из массовых и красочных мероприятий 23 декабря станет путешествие Дедов Морозов на набережной реки Белой. В рамках фестиваля в Югави. В смотре конкурса примут участие команды из семи районов города. Новогодние каникулы все учреждения культуры будут работать, организуя для жителей ряд тематических мероприятий, как в оффлайн-формате, так и в онлайн. По аналогии с прошлым годом администрации главы республики в Ашвардстан подтвержден перечень тематических дней, таких как День подарков, День поздравлений, День карнавала. В Уфе уже подготовлены 89 хоккейных коробок и 30 ледовых катков. Их залили еще к началу декабря, однако из-за переменчивой погоды покрытие пришлось обновлять. И к завтрашнему дню эта работа завершится окончательно. И в заключении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар растет, евро дешевеет, хотя и незначительно. Американская валюта поднялась на 5 копеек до 73 рублей 46 копеек. Евро минусует 3 копейки, курс 82,82. И лучшие обменные курсы покупка доллара в банке Финам за 73 рубля 41 копейку и продажа доллара в Солидбанке за 73,75. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке Финам за 83,10 и продажа евро в Акебанке за 83 рубля 43 копейки. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин